Тело сложившихся обстоятельств в этом году День Победы прошел в Буе не как обычно. Без памятных митингов на братских захоронениях, без шествия бессмертного полка, без колонны, в которую объединяются жители города. И без главного праздничного мероприятия, которое ежегодно проходит в нашем городе на Аллее Победы, где установлены бюсты 12 боевлян-героев Советского Союза, и где в память о погибших и тех, кто пережил войну, у кого уже нет с нами, горит вечный огонь. Но тем не менее, венки и цветы в памяти героев войны были возложены на братской могиле на Старом городском кладбище, на мемориале «Память за рекой Вёксой» в парке Белинского. Глава города Валерий Катышев, глава администрации Игорь Ральников возложили цветы к Вечному огню и к памятнику труженикам тыла на Аллее Победы. Сегодня праздник входит в каждый дом, и радость к людям с ним приходит с летом. Мы поздравляем вас с великим днём, с днём нашей славы, с днём Победы. Немножко непривычно сегодня, 9 мая, находиться в таком месте и без наших жителей, без наших ветеран. Вот, к сожалению, жизнь такие вызовы нам даёт, на которые надо своевременно реагировать. Я думаю, что многие ветераны ждали с терпением этого дня, этой великой даты, 75 лет. Но вот, к сожалению, в этом году мы отмечаем День Победы так. Я хочу всем поздравить с праздником, прежде всего наших ветеранов. Сегодня вот в таком формате мы, к сожалению, отмечаем этот праздник. Но, тем не менее, я думаю, что каждая семья сегодня за столом вспомнит своих дедушек, бабушек, прадедушек, своих предков, которые, не жалея себя, воевали на фронтах Великой Отечественной войны и трудились в тылу. А город наш ходит головой, но всё равно здесь достаточно много захоронено людей, которые, волей судьбы, оказались в наших госпиталях, к сожалению, окончили свой жизненный путь здесь. И мы продолжаем свято чтить их память. Я думаю, что и в дальнейшем молодое поколение будет делать то же самое. Всех с праздником, с Великой Победой. Небольшое количество боевлян собралось в этот день и в парке Белинского. Здесь, в юбилей Великой Победы, был открыт обновлённый памятник над братской могилой, где захоронены воины, умершие в годы Великой Отечественной войны в госпиталях города Буя из проходящих санитарных поездов. Монумент боевляния называют памятником воину-освободителю, хотя это не является официальным названием. Он был сооружён в 1958 году и с тех пор ни разу капитально не реставрировался, был лишь неоднократно покрашен. Реставрацию было решено провести в год 75-летия Великой Победы. Прежде всего хочу поздравить вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Победа, которая далась нашим предкам тяжёлым трудом. Почти 15 тысяч боевлян ушли на фронты Великой Отечественной войны. Половина из них не вернулась. 12 героев Советского Союза. Почти 5 тысяч награждённых орденами и медалями Советского Союза. Это говорит о том, что наши предки достойно защищали нашу Родину. В этой братской могиле, в парке Блинского, захоронены воины, которые были сюда привезены для лечения в наших госпиталях. А их у нас было три госпиталя. Город Буйбуйский район приютил тысячи людей, беженцев из фронтовой полосы, детей блокадного Ленинграда. Всех надо было вылечить, накормить, обуть, одеть. Это огромный труд наших земляков, наших бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек, наших родителей. Это великий подвиг, который совершили наши предки во имя Великой Победы. Сегодня мы находимся в этом святом месте для всех боевлян. И не только для боевлян, а для всей нашей нашей великой страны России. Сегодня мы чтим погибших в этой войне. Парк Белинского в этом году будет реконструирован. Он приобретет совершенно другой вид. У нас три братские захоронения. И каждая из них будет приведена в порядок. Еще раз всех с праздником. С праздником Великой Победы. Друзья, уважаемые ветераны, уважаемые земляки, боевляне, от всей души поздравляю вас с праздником, с Днем Победы. Действительно великий день, великий праздник. 75 лет прошло с того момента, когда советский солдат сломал хребет коричневой чуме фашизма. И сегодня мы чтим память павших. Чтим и помним тех людей, которые ковали победу. Отмечая этот праздник, мы вспоминаем страницы истории. И, наверное, наш праздничный дух, праздничный посыл и память павших не позволяет очернить страницы истории и перевернуть то, что было сделано нашими предками. От всей души поздравляю вас с праздником, с Днем Великой Победы. Вечная память павшим и слава ветеранам. С праздником, дорогие выявления. Такая великая радость, что мы имеем возможность сегодня отметить такой прекрасный праздник 70-летия Великой Победы. Это праздник наших советских людей, которые сделали все для того, чтобы он сегодня состоялся. Вскоре после Дня Победы появилась крылатая фраза «Никто не забыт, ничто не забыто». И я считаю, что она была нацелена на то, чтобы сколько бы мы ни жили, сколько бы мы ни трудились, мы всегда помнили, что годы Великой Отечественной войны, итоги Великой Отечественной войны, те, кто погиб там, мы всегда помнили. И вот я сначала все горевала, как же это мы не пойдем в колонии. А когда увидела все мероприятия, которые проходят у нас в городе, я поняла, ничего страшного, в колонии мы потом пройдем дружно. Я считаю, все выявляли. И к празднику город подготовился, я считаю, великолепно. Я хотела бы от имени ветеранов сказать очень добрые слова и спасибо нашим руководителям города в лице Валерия Алексеевича Катышева, Игоря Александровича Ральникова и Татьяны Павловны Поповой, которые все сделали для того, чтобы мы не грустили и мы чувствовали этот праздник. Дорогие земляки, с великим праздником вас, Днем Победы. Здоровья вам на долгие-долгие годы. Мира и тепла. И давайте мы себе скажем, мы обязательно дождемся добрых светлых дней и дальше будем праздновать этот великий праздник. 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. 75 лет назад замолк грохот орудий. Погасли вспышки взрывов. 75 лет наш народ живет под мирным небом, которое подарили нам наши деды и прадеды. И мы не вправе забывать те грозные, и великие годы. Наш святой долг помнить о подвиге, который ради нас совершили наши предки. Наш святой долг чтить их память, передавать ее из поколения в поколение. И каждый год, 9 мая, приходить в памятные места и приводить за руку детей, отдавая дань памяти тем, кто ценой своей оборванной жизни и несостоявшейся судьбы завоевал для нас мир. Одним из таких святых мест для всех нас боевлян является и этот памятник. Вместе с детьми мы ухаживаем здесь за парком. Дети каждое лето сажают здесь клумбы. И несколько раз в год. 3 декабря, 22 июня. И, конечно, 9 мая мы приходим сюда все вместе, чтобы на несколько мгновений замереть и вспомнить тех, кому мы обязаны своей свободой. Именно здесь воспитание становится правильным и понятным. Я поздравляю всех с великим юбилеем Великой Победы и желаю всем хранить мир, быть добрыми и чуткими, чтить память наших великих предков. С Днем Победы! В 2020 году к 75-летию Великой Победы памятник был отреставрирован в рамках программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», утвержденной правительством Российской Федерации в 2019 году. Реставрация памятника длилась полтора месяца. Работы были выполнены буйскими мастерами-скульпторами Валерием Беловым и Сергеем Цветковым. Глава города Валерий Катышев вручил мастерам благодарственные письма за реконструкцию памятника. Память погибших на войне и тех, кто ушел от нас уже после Победы, почтили минутой молчания. К обновленному памятнику были возложены цветы. Мы собирались для того, чтобы решить, что нам делать с этим памятником, который был, мягко говоря, в ужасном состоянии. С 1958 года он практически капитально не реконструировался. Это 62 года, это человеческая жизнь. Приглашали наших специалистов, которые много делают для нашего города в качестве памятников, скульптур, композиций из дерева, из бетона. то они решили взяться за эту трудную работу. И сегодня мы видим, как памятник выглядит. Это, я считаю, что он, наверное, когда его в 58-м году ставили, он так не выглядит. Это действительно огромный труд, это огромное мастерство. Я считаю, что нашему городу повезло, что у нас есть такие люди, которые умеют творить, умеют созидать, умеют создавать шедевры. Решите вручить благодарность от администрации городского город-бой Белого Валерия Алексеевича. И Цветкова Сергея Викторовича. Я думаю, что мы еще раз все вместе скажем большое спасибо за этот прекрасный труд. Спасибо. Было страшно, если честно. Часть мы заменяли, часть мы подваривали. Тут работа колоссальная была. Самое главное, чтобы не нарушить, не нарушить тот памятник, который стоял, который поставили, чтобы он не получился новоделом. Вот и все. Вот сложность-то была. А весь цикл работы мы знали, понимали. Ведь самое страшное, это его было от старой краски, там, наверное, слоев 20 было, а шелушить. А краска уже въелась в бетон, и мы часть, часть культуры, мы вновь снимали пескоструями, а потом налепливали это все. Мы смотрим на старые фотографии, мы ничего не нарушили. То, что утраты были, мы все восполнили, а утраты были большие. С праздником самое главное, чтобы не забывали, что это победа была наша, наших отцов, стариков наших, труженикам тыла. Вот им нужно сказать спасибо и низко поклониться. Душа вложена, плюс это маленькая часть памяти, да, не памяти, которую, как бы, мы постарались отдать нашим предкам. С праздником вас, с Днем Великой Победы. Памятник действительно получился лучше, чем был. Я думаю, что проделан огромный труд, причем труд, не просто труд, а труд мастера. Потому что, ну, вот показывает последние дни, как там восстанавливали родину-мать, три года. Конечно, памятник более грандиозный, там масштабы другие, там леса во всю высоту, больше ста метров. Здесь, конечно, ребята вот за месяц небольшим смогли сделать действительно много. И памятник стал лучше в игре, чем он, я думаю, что был новый. И сохранено вот именно тот исторический памятник, который был, что было в 58-м году поставлено, он преобразился. Действительно, сегодня такой великий день, такой великий праздник, проводим в необычном формате. Режим самоизоляции мы обязаны соблюдать, поэтому сегодня так мало людей, но тем не менее в душе, в душе все празднуют этот праздник, и на самом деле очень великая дата, которой мы все очень-очень рады. Сегодня мы чтим память павших, чествуем ветеранов, и, конечно, огромное спасибо им за то, что сохранили для нас вот эту замечательную свободную жизнь. Вообще, вообще мы запланировали здесь работы серьезные, хозяйственным способом мы провели очистку этого памятника, то есть вырубили все деревья засохшие, гнилые, то есть, ну, в общем-то, парк приобрел достаточно светлый, светлый вид. Ну, вот, и сегодня вот все, кто был сегодня здесь, все это отметили. И, конечно, огромная благодарность нашим скульпторам, Белову, Валерию Алексеевичу и Цветкову Сергею за то, что сделали вот такой замечательный памятник, успели до Дня Победы, и сегодня мы его открыли. Хочу сказать, что реставрация памятника это только начало больших работ, здесь будут проведены в течение этого года большие, большие работы по осушению этого парка, по плоскостному благоустройству. Мы сделаем здесь дорожки, плиткой, сделаем парковые светильники, то есть, это будет действительно достойное место отдыха и памяти для всех боев. И после 9 мая продолжается акция «Дорога памяти». Об этом нам рассказал военный комиссар по городу Буй, Буйскому и Сусанинскому районам Виктор Прокопьев. Напомним, что материалы о своих героях можно принести в военкомат как в бумажном, так и в электронном виде. Сведения о родственниках и их фотографии для создания единой базы, посвященной памяти всех, кто прошел Великую Отечественную войну. «Люди нашего района, да и другие, несут нам фотографии своих дедов и прадедов. Можно приносить и в электронном варианте, и просто на фотографиях. Мы сканируем и помещаем в базу. Война – это горе, война – это смерть. Наш народ должен иметь такую армию, которая могла бы защитить его и никогда в жизни не допустить подобной войны. От всей души поздравляю всех буявлян с праздником Победы, всех ветеранов, всех жителей и пожелать им счастья, здоровья и, главное, мирного неба над головой». Свою причастность к празднику большинство буявлян все же чувствовало, несмотря на то, что многие не присутствовали на мероприятиях, соблюдая режим самоизоляции. Тема Великой Победы объединила буявлян с помощью интернета. «Конечно, в этом году нам пришлось переквалифицироваться, осваивать новые технологии, чтобы все мероприятия, посвященные 75-летию Победы, у нас не остались просто планом на бумаге, а прошли вживую. И мы действительно очень много мероприятий провели онлайн, но самый яркий из них проходит сегодня. Вот сейчас, в 10 часов начался онлайн-концерт, который готовили дети, учителя и родители все вместе. 72 номера в нашем концерте, три отделения. И сейчас вся школа сидит около компьютеров, просматривает этот концерт. Я поздравляю всех с великим юбилеем, великой победы, всем мира, благополучия. И хочу выразить просто вот огромную благодарность всем, кто принимал участие. Учителя, дети, и особенно родители, которые так нас поддержали, потому что снимать видео приходилось дома, вот в таких буквально условиях, конечно, на непрофессиональной технике, но все у нас, я думаю, получается, и все получится. И я приглашаю всех заходить в нашу группу ВКонтакте, смотреть вместе с нами, петь вместе с нами, и вместе с нами праздновать этот замечательный праздник, самый святой для нас. Митинг в парке Белинского подготовили работники Дворца культуры. Своё творчество собравшимся подарили Михаил Ханаян, Сергей Морозов и Евгения Рингис. Стоялись мы у Волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов, но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Поклонимся Великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым поклонимся и мёртвым, и живым тем тем, которые забывать нельзя. Поклонимся Поклонимся друзья Всем миром, всем народом, всей землёй Поклонимся за тот великий бой Митинг завершился общим исполнением песни День Победы. День Победы Дорога в рогах Это братья Сединою на висках Это ладость Со слезами на вазах День Победы 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 Продолжение следует...